Сегодня исполняется ровно два месяца с начала войны. С одной стороны, для нас всех эти два месяца пролетели как три дня. С другой, они настолько разделили жизнь, настолько изменили нас всех, что кажется, будто никакой другой жизни и не было. Могли ли те мы, которые жили до 24 февраля 22 года, представить себе, что будем читать новость об обстреле Одессы, в ходе которого погибли на момент записи ролика не менее 8 человек, один из которых трехмесячный младенец, прямое попадание ракеты в жилой дом. Причем атака подтверждена Министерством обороны России. Минобороны сказала, что поразили военный объект, однако поразили жилой дом. И нет, это не сбитая ПВО, упавшая ракета, как начали говорить пропагандисты. Ракета не упала сверху, она попала прямо в третий этаж многоэтажки. Там находилась вот эта вот женщина. Ее уже родившаяся на вчерашний день дочь и ее мать. И всех их убила российская ракета. И эта новость, она настолько ужасная, даже невозможно себе представить. Но она не кажется уже чем-то исключительным. У нас теперь чуть ли не каждый день такое. Чуть ли не каждый день российская армия из стратегических бомбардировщиков или крылатыми ракетами убивает украинцев. Но сейчас это воспринимается как просто еще одна новость, которая на фоне трагедии Бучи, Ирпеня, Краматорска, Мариуполя не вот тебе прямо и выделяется. Мир стал другим. Мы стали другими. Все изменилось. Сегодня поговорим о том, что еще стало совсем другим. О пропаганде российской. И о том месте в ней, которое занимают люди. Для начала посмотрим короткий фрагмент Поля чудес. Передача, которую мы все знаем, с днем нет ничего удивительного. Ну да, по первому каналу хвалят Пригожина. И раздают подарки от Единой России. Но большая разница в том, кто и в каком формате это делает. Штатные сотрудники федеральных телеканалов и множество компаний-подрядчиков, которые производят для них контент это тысячи людей, большинство из которых никогда не были вовлечены ни в какую пропаганду. Большинство из них занимались такой же деятельностью, которой занимаются их коллеги из стран развитой демократии и свободных СМИ. Они развлекали зрителя, стремясь получать рейтинги и продавать рекламу подороже. То есть нормальной коммерческой работой на довольно конкурентном рынке. С одной стороны, все эти люди не могли не видеть изнутри того очевидного процесса, который был виден всем снаружи. Как федеральный эфир полностью перешел под контроль государства и близких к нему структур. Как с годами из него вычистили сначала открытых оппонентов, а потом вообще всех, кто без должного восторга относился к действиям власти. Как с 12-13 годов риторика от лоялистской перешла к открытой торговле ненавистью. Ненавистью к врагам внешним и внутренним. С другой стороны, каждый из них мог говорить себе нечто вроде вот такого. Я не имею к этому всему отношения. Я пишу шутки для Ивана Урганта, точно так же, как мой американский коллега пишет шутки для Джона Оливера. И более того, даже могу мягко троллить действующую власть и госпропаганду. Или я продюсер шоу «Голос». Это вообще нидерландский проект, который почти без изменений идет по всему миру. И при чем тут я? Или, наконец, я работаю на поле чудес. Передача, созданная Владом Листьевым еще при СССР в 1990 году, когда ваш этот Путин еще был простым сотрудником КГБ. Это передача старшая России. Она пережила пучка КЧП, развал СССР, расстрел парламента, войны, теракты, эпидемии, техногенные катастрофы. Целые эпохи начинались и заканчивались, а поле чудес декорации обновили всего лишь три раза, и Леонид Аркадьевич ни на день не постарел. У тех детей, которые ему читали стишки на заре шоу, уже внуки скоро будут. Но выпуск от 1992 года можно смотреть, будто он снят вчера. Как угадывали три человека, слава по буквам, так и угадывают. Шатал я эту вашу политику. Я не работаю на федеральном канале, я работаю в передаче, которая выходила в пятницу вечером при Горбачеве, и так и будет выходить в пятницу вечером после Путина. Так это работало раньше. Но с началом войны больше не работает. Почему? И что стоит делать тем, кто там оказался? Об этом всем поговорим после рекламы. Во времена нестабильности увереннее всего чувствуют себя фрилансеры. Сокращение штатов, закрытие компании, прекращение финансирования. Это если их и касается, то не сильно. Отпал один заказ, фрилансер возьмет еще пять. И это при полной свободе передвижения. Если вы задумываетесь о том, чтобы бросить нелюбимую работу и уйти на фриланс, обратите внимание на профессию ноукодера. Ноукод позволяет создавать IT-продукты, сайты и приложения без использования языков программирования. Это самая легкая точка входа в стабильную от внешних потрясений отрасль, IT. Всего за 3-9 месяцев вы сможете обучиться ноукодингу и создавать аналоги популярных сервисов вроде Озона и Достовисты. Классические разработки обучатся в 4 раза дольше и гораздо сложнее. При этом ноукодинг это востребованный навык, позволяющий зарабатывать как в России, так и за рубежом. На бесплатном вебинаре от школы CodeBreakers вам расскажут, как создавать сайты и мобильные приложения без кода и зарабатывать на этом. Ведущая вебинара ноукодер Анна Радзиевская. Она бывший продакт-менеджер Клин и Яндекса, запускала стартапы в США, а теперь генеральный директор CodeBreakers. На вебинаре Анна расскажет, почему ноукод самая перспективная ниша в IT, как зарабатывать на ноукод от 150 тысяч рублей за проект или вообще при желании зарабатывать в валюте, что для этого нужно знать и уметь и где приобрести все эти знания быстро. В школе CodeBreakers вас не просто учат с нуля ноукод сервисом, они обучат вас самой логике создания IT-продуктов и при желании вы сможете и дальше развиваться в этой сфере. Вебинар бесплатный, так что если не уверены, все равно записывайтесь, он вас ни к чему не обязывает. Ссылка на вебинар в описании. Продолжим. Довольно долго такую форму работы людей в медиа поддерживала сама структура федеральных каналов. Пусть занимаются своей профессией, находясь вне прямого обслуживания властных пожеланий. По крайней мере про НТВ точно известно, что их дирекция правового вещания, которая была занята махровой пропагандой и съемками чернухи про оппозицию, была просто физически изолирована от остального канала. Надо думать, что и на других каналах была похожая ситуация. Призывают к ядерному пеплу одни, а советы по огороду для утреннего эфира пишут другие, и они не пересекаются. В принципе, люди заняты самым обычным коммерческим энтертейментом, но два часа вечернего времени выделено под ядовитую слюну Соловьева и его экспертов. В реальности, конечно, никто из сотрудников федеральных СМИ никогда не был вне политики. Массовая культура вне политики это вообще нонсенс. Она всегда в политике. Она ее отражает и формирует. Информационной автократии глобально наплевать на коммерческие показатели своих СМИ, которые все до одного убыточны. Функция рейтинговых развлекательных шоу совсем иная. Привлекать аудиторию для пропаганды. И каждый, кто писал подводки под гороскоп для утреннего блока косвенно на эту цель работал. Тем не менее, как аргумент для самоуспокоения, для внутренней эмиграции, для детей, в конце концов, такое соображение работало. Я просто делаю свою работу, просто пишу хорошие сценарии и смешные шутки, просто веду передачу об истории или искусстве, никого не призываю сажать, ничьи страны бомбить. Это все не моя проблема. И вроде как можно даже приличным человеком быть, работая в пропаганде, казалось тогда. Но с началом войны все изменилось. Во-первых, из эфира крупнейших федеральных каналов исчезло практически все, кроме прямой пропаганды войны. Главные продавцы ненависти от Скобеевой до Соловьева, похоже, просто ночуют в студии в спальниках, потому что заполнили собой вещание целиком. Телевизор больше не несет никакой коммерческой нагрузки, он больше не развлекает, он только разжигает. Во-вторых, пропаганда пустила метастаза далеко за пределы своей базовой территории. Последнее, о чем вы могли думать, нанимаясь оператором на какой-нибудь матч ТВ, что вам придется снимать политическое ток-шоу, неотличимое от эфирового ГТРК. Но ныне это именно так. Даже в спорте традиционные мекки талантливых журналистов, жаждущих свободной и неподцензурной дискуссии в несвободной стране уже не спрятаться. В-третьих, все ушли на фронт. Даже те чисто развлекательные форматы, которые уцелели в сетке вещания, включая то самое поле чудес, пережившее все и всех в неизменном виде, даже они больше не могут оставаться самими собой. Теперь это не милое ретро-шоу для старшего поколения, где при любом строе и любом кризисе пенсионерка из Каргополя дарит Леониду Якубовичу банку опят собственного посола. И пусть хоть мир рухнет за пределами студии, ни пенсионерка, ни опята, ни Якубович не изменится. А теперь там воздают Горжину, и теперь там раздают гостинцы от Единой России, партии власти, той власти, которая только сегодня убила в Одессе 8 человек, включая трехмесячного ребенка, его мать и бабушку. Все предыдущие 22 года вы могли работать на федеральном телевизоре, в крупном издании, на радиостанции, даже государственной, и не быть прямым проводником кровавой пропаганды. Но теперь так не выйдет. Большая война делает мир очень простым и черно-белым. И в этом мире придется выбрать одну или другую сторону. Что трибунал по Руанде, что Нюрнбергский процесс, что суд над пропагандистом Уильямом Джойсом, это все истории о том, что ни международное, ни национальное правосудие после падения деструктивных режимов не делает никакой разницы между теми, кто отдавал приказы убивать людей и теми, кто призывал к этому своих читателей, слушателей и зрителей. Никакие соображения о свободе слова к разжигателям войны, к разжигателям геноцида, неприменимы. Сегодня у вас нет никакого шанса быть немножко беременным. Если вы работаете в государственном СМИ, вы часть той системы, которая ежедневно совершает тяжкие военные преступления. Это не просто работа. Работа ведущим, оператором, сценаристом, продюсером. Нет. Теперь это соучастие. Тут можно сказать, дескать, у меня дети, родители, ипотека, у меня нет выбора. Но не это, друзья. Так не работает. Выбор есть всегда. И сейчас последний шанс, чтобы его сделать. И нужно помнить, нет варианта и остаться человеком, и остаться в федеральном СМИ, на какой бы то ни было позиции. Его вам власти не оставили. Даже при советской власти в послесталинский ее период у творческих людей, пишущих, снимающих или рисующих, у них была возможность оставаться в профессии на службе государства и при этом не участвовать в его мерзостях. Леонид Парфенов, у которого солидный опыт работы в советской прессе, называет этот выход писать про зверюшек. Самые талантливые люди, которых тошнило от тех тем и того шершавого языка, который навязывала линия партии, которые не хотели писать про мутные воды Рейна и о том, насколько невеселые лица простых лондонцев, не хотели писать про надои и израильскую военщину, шли в анимацию, в детскую литературу и в научпоп. У них не было шансов скрыться от государства, но был шанс профессионально выжить в тех областях, до которых государству нет особо дела. Сегодня такого выхода нет. Самая безобидная передачка в духе детям обо всем на свете в любой момент обернется тем, что детям нужно будет объяснить, почему весь мир надо обратить в пепел во имя спасения от бабы-яги из вашингтонской избушки. Государство все предельно заострило. Все, кто пытался занимать соглашательские или промежуточные позиции, все, кто пытался пройти между струек, они потеряли все от радиостанции до своего имени в названии банка. Если вы сегодня остаетесь с государством и в структурах государственной пропаганды, то никаких шансов на уклонение от преступлений у вас не будет. Время неучастия прошло. Пришло время абсолютной верности. Государство ожидает от вас готовности к любой мерзости во имя него. Но что вас сильно отличает от коллег из СССР, у вас есть не только государство. Вам не обязательно искать убежище в его недрах. Тем более, что убежища этого больше нет. У вас есть выбор. Мой канал в российском ютубе не самый топовый. Хотя по ежедневной аудитории мы уже догнали Варламовы и редакцию, но в целом по России мы аж на 1285-м месте рейтинга. Но мой канал это 1,3 миллиона подписчиков. Это почти полтора миллиона просмотров каждый день. Это пока не сравнимо с рейтингом федерального канала, но это сравнимо с показателями большого дециметрового телеканала, с тиражом общенациональной газеты. Причем о таких тиражах какой-нибудь коммерсант в лучшие годы выходивший сотни тысяч экземпляров мог только мечтать. А я даже не профессиональный журналист, я вообще не для этого канал открывал. Сейчас состояние русскоязычного ютуба это свидетельство жажды независимой журналистики. Любые каналы, в том числе откровенно на коленке сделанные взлетают сразу и вертикально вверх. Команда Навального, Майкл Наки, Александр Плющев, Юлия Латынина, вся команда Эхо и Дождя. Старые каналы вырастают в разы, а новые каналы с нуля получают аудиторию, на которой раньше им пришлось бы работать годами. Еще вчера для запуска собственного канала нужно было сразу держать в кармане увесистую котлету денег на оборудовании специалистов, потому что балованная аудитория Ютуба хотела себе картинку и звук не хуже эфирных, а то и лучше. Сегодня же у людей картинка квадратами идет, звук квакает, трансляция обрывается, все недосвечено и недокрашено и эти недочеты сейчас всем до одного места. Десятки тысяч в онлайне и сотни даже тысяч. Паков запрос на адекватное высказывание и таков его дефицит. Сегодня нельзя остаться в орбите государства и не стать преступником. Такова реальность. Но суть в том, что и не нужно. Выбор между свободой слова и возможностью кормить семью был актуален при советской власти. Он был актуален частично в нулевые и начале десятых. Но ныне выбор совсем другой. Соучастие в преступлении, причем в ужасном преступлении или работа журналистом. Работа журналистом, которого аудитория ждет, которому аудитория готова платить. Равно как таких просмотров никогда не было такой поддержки аудитории. Казалось бы, у всех кризис, у всех максимально мутные перспективы. Все должны бы поприжаться и отвалиться. Но нет, люди донатят как никогда. И рекламодатели, которые тоже должны были бы разбежаться, идут просто косяком. Не надо врать себе, что вы находитесь в безвыходной ситуации. Выход есть. Есть те, кто возьмет вас на работу. Есть те, кто будут смотреть и давать вам деньги. Сегодня, в эти первые месяцы войны, ваш последний шанс на эвакуацию. На то, чтобы сохранить свое будущее. Остаться в пропаганде Путина, это не просто неэтично и преступно. Это глупо с чисто рациональной точки зрения. Вы остаетесь на стороне человека, которому 70, который глубоко увяз в кровавой бойне, из которой нет выхода и из которой он не выйдет победителем. Как бы ни повернулась ситуация, но в долгосрочной перспективе Путина не будет. Причем, чем ближе будет его конец, тем на большие преступления режим вас заставит пойти. Ставить на пожилого человека, который развязал войну и разорил собственное окружение, это заведомое поражение. Закончится это раньше или позже, через год или через три, но те, кто успел сбежать, особенно сбежать громко и с вызовом, как Овсянникова, будут в относительной безопасности и даже хорошо устроены. Но те, кто остался до конца, кто до конца приживал уничтожать людей или обслуживал систему, которая призывает уничтожать людей, вот те ответят за все и по полной. Кому-то уже не сбежать и не избежать ответственности. Понятно, что Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев разделят судьбу Юлиуса Штрейхера. Но у людей уровнем ниже не просто еще есть небольшой зазор времени на то, чтобы избежать ответственности, но у них есть шанс продолжить карьеру на качественно новом уровне и не делая никаких гадостей, а делая даже хорошее дело. Задумайтесь на секунду, конец вам известен. Любая новая власть после Путина, будь это даже самый преданный его охранник, самый близкий олигарх, отменит все, что сейчас происходит. В один день яростней, чем любая либеральная оппозиция, он пойдет судить разжигателей войны, искать крайних, виноватых в том, что Россия попала в изоляцию, убила множество мирных жителей Украины и потеряла тысячи, если не десятки тысяч своих солдат. Крайними выйдут самые публичные и, конечно, в первую очередь сотрудники пропаганды, и не только публичные из них, а все, просто по списку, по редакционным удостоверениям. Что хуже для вас, вы никогда не узнаете заранее, где будет этот конец, когда станет слишком поздно, когда уже будет не выбраться, когда придет тот день, что Путина уже нет, а вы все еще с ним, и вчерашние коллеги объявили вас врагом народа. Это как с финансовой пирамидой, туда очень выгодно зайти в первый день и выйти в последний, но никто не знает, когда этот последний. Не оставайтесь там до конца, выходите немедленно. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова